Буквально несколько минут назад стали известны чрезвычайные новости о работе антикоррупционного комитета и семье Ксении Собчак. Команда Никиты Сергеевича Михалкова, которая на данный момент занимает первое место по степени доверия и уважения среди жителей Российской Федерации, продолжает свою целенаправленную борьбу с преступностью и коррупцией в мире российского шоу-бизнеса. Однако некоторые негативные элементы российского шоу-бизнеса пытаются использовать антикоррупционный комитет как прикрытие для своих преступных деяний. Команда Никиты Михалкова уже высказала свое недоверие Дмитрию Нагиеву, Леониду Ермольнику, Геннадию Хазанову, семье Олега Газманова и Ольге Бузовой. Следующей на очереди оказалась бывшая ведущая телепроекта «Дом-2» Ксения Собчак. Недавно в жизни Ксении Анатольевны появилась черная полоса. На одном из центральных каналов телевидения вышла компрометирующая информация против известной семьи, а сама Ксения Собчак лишилась поддержки среди высших эшелонов власти. Как последняя надежда, спекулируя памятью о своем отце, Ксения Собчак попыталась вступить в антикоррупционную организацию под поддержку Никиты Михалкова. Однако бывшую ведущую телепроекта «Дом-2» не только выгнали с позором из организации по борьбе с коррупцией, но и пригрозили возбуждением нового уголовного дела против известной семьи. К слову сказать, что Ксении Собчак и Людмиле Нарусовой долгое время удавалось оставаться на свободе благодаря поддержке высших эшелонов власти. Однако теперь препятствий для ареста Ксении Собчак больше нет, заявил глава комитета Никита Михалков. Ну и по традиции последние новости о работе организации Никиты Михалкова. Легендарный композитор Раймонд Паус, который совсем недавно стал членом комитета Никиты Михалкова, проявил себя во время первого задания с самой лучшей стороны. Во время проверки частного незаконного бизнеса он отлично справился с задачей и закончил проверку в самые кратчайшие сроки. Антикоррупционный комитет потребовал, чтобы телеканал НТВ убрал со своих эфиров Филиппа Киркорова. В противном случае Никита Михалков заявил, что директор телеканала будет арестован. Члену комитета актеру Юрию Назарову, который совсем недавно получил тяжелую травму, стало лучше. Однако Вячеслав Григорьевич Добрынин по-прежнему находится в реанимации, его состояние здоровья стабильно тяжелое. Чрезвычайное событие произошло с членом комитета артистом цирка Эдгаром Запашным. Во время одной из репетиций тигр рассек лицо известному артисту. По примеру антикоррупционного комитета Никиты Михалкова, подобные организации открылись в Грузии и Узбекистане. Помимо этого, за последнюю неделю в городах Могилеве и Самаре были открыты филиалы антикоррупционного комитета. Всего на данный момент на территории Российской Федерации работает 19 филиалов антикоррупционной организации. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете деятельность организации, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.